После обеда в пятой школе наступает время внеучебной деятельности и дополнительного образования. Особенно многолюдно в новом технопарке. Любой желающий найдет занятие по интересам. К примеру, можно обучиться управлять квадрокоптером. Они широко применяются в аэросъемке и картографии. По щелчку кнопки беспилотник взмывает вверх. Технопарк рассчитан на ребят всех возрастов. За столиком по соседству гуляют рыбакошки. За пультом – ученики младших классов. Они же собрали для электронных питомцев специальное поле и проложили маршрут. Старшие товарищи осваивают пишущий-рисующий манипулятор с числовым управлением. Разбираться приходится прямо по ходу. Для школьников нашего возраста это очень увлекательно и интересно, так как немногие могут позволить себе такие технологии, а школа предоставляет их. Мы часто сюда приходим, занимаемся, потому что это интересно. Допустим, я хочу быть будущим программистом, и мне это интересно. Самый заметный экспонат технопарка – телевизор с подключенными к нему очками виртуальной реальности. Не покидая Губкинского, можно погулять по Сан-Франциско и Москве. У такой технологии огромный потенциал в обучении. Можно, к примеру, на уроке географии путешествовать по городу, по стране, по каким-нибудь достопримечательностям сходить, на уроки истории музея, колизеи посетить. Можно в обучении физика, в VR-очках, подробно прописана физика во многих играх, и можно проводить уроки физики. Уроки изо можно рисовать на экране. Педагоги отмечают, посещение технопарка – развлечение, полезное для ума. Теоретические знания здесь можно мгновенно протестировать на аппаратуре, ведь инженер будущего – это практик с богатым опытом применения цифровых технологий. Одно из направлений развития страны – это у нас инженерная технология. И поэтому наша задача – с маленьких лет вырастить и привить вот эти инженерные качества для человека, чтобы их какие-то качества в будущем, в жизни помогли им устроиться в этой жизни. Ну и помочь, конечно же, нашей стране, чтобы они остались у нас и работали инженерными. На будущее есть планы расширить технопарк, приобрести новых роботов, ведь технологии не стоят на месте. Задача педагогов – идти в ногу со временем и предоставить для учащихся все возможности для развития и раскрытия творческого потенциала. Валерий Усманов, Олег Короткевич, Новости Губкинского.